Друзья, вот такую вот перчатку болельщика Wargaming League мне отдали на самом большом на игромире стенде World of Tanks. Он настолько большой, здесь представлено столько игр, целых 5 разных игр на разные платформы, и мы решили не обходить его стороной и отдельно снять видео о самом крупном стенде. Варгейминг Это компания, которая не только выпускает игры про танки, самолеты и корабли, это компания, которая тесно сотрудничает с историческими музеями и танковым музеем в Кубинке. Они организовали проект «Помним все», где они занимаются раскопками и восстановлением артефактов времен Второй мировой. То есть они откапывают танки, самолеты, восстанавливают все это. Я слышал, что в Кубинском музее они очень помогли, восстановили очень много танков. Варгейминг Варгейминг Здесь солидный призовой фонд, и фактически та команда, которая сегодня победит, она сможет никогда больше не работать. Мне кажется, одним из достижений в World of Tanks является мультиплатформенность. То есть эта игра есть почти на всех устройствах, и даже на iPad, но и на iPhone. При том, что игра абсолютно полноценная. Здесь можно ездить на танчиках, поворачивать. То есть абсолютно игра неурезанная. Можно делать все то же самое, что и в полноценной игре. World of Tanks для PlayStation все еще не был анонсирован, но при этом на Xbox он вышел уже достаточно давно. Так же, как и World of Tanks Blitz. Это абсолютно отдельная, урезанная версия, но она не сильно отличается от компьютерной. Кому-то нравится больше играть на джойстике, кому-то на клавиатуре, кому-то на iPad. Но что хорошо, то что Wargaming предоставляет нам выбор. У нас есть выбор, на чем играть. А эксклюзивно на PlayStation можно играть, например, только на джойстике. Лично меня такое не устраивает, я больше люблю клавиатуру. Танки очень медленные, неповоротливые, едут по земле. Бой обычно идет долго. В самолетах, самолеты резвые. Тут есть бомбы, тут есть ракеты. Можно сбивать корабли. В отличие от World of Tanks, здесь больше возможностей. Здесь можно по-всякому летать. Можно поворачивать наш самолет по кругу. Ну а еще здесь танцуют девушки, когда играешь. Это придает волю к победе. Здесь есть бомбы, здесь есть ракеты. Сейчас я обязательно ей воспользуюсь. Вот так полетела ракета. И сейчас она взорвет корабль. Короче, если в двух словах, самолеты просто гораздо интереснее, чем танки. У World of Tanks есть специальный стенд, где можно заняться рукоделием и проявить себя. Можно принести вот такой картонный танк, показать его администрации. И они обязательно дадут вам какой-нибудь крутой приз. И помните, что чем круче будет ваша поделка, тем более ценный приз вы получите. Что ж, друзья, вот такое получилось видео про самый большой и, на мой взгляд, самый успешный стенд Игромира. То есть, для примера, вы сзади видите меня остальной весь Игромир. А если мы перейдем вот сюда, то мы увидим стенд Wargaming. Как мы видим, он занимает как минимум 1,4 Игромира. На стенде большое внимание уделено деталям. То есть, вращающиеся шестерни, потолок в виде гусениц танка. То есть, дизайнеры реально очень постарались. Они очень молодцы. И этот стенд реально заслуживает звания лучший стенд Игромира. Также Wargaming это единственный стенд, где я смог получить бесплатно вот такую футболку World of Warplanes. На остальных стендах мне, к сожалению, не повезло. А если вам интересно посмотреть, как это было, то заходите на мой канал. Там найдете все остальные видео. Субтитры сделал DimaTorzok